Казалось бы, новогодние праздники давно позади, но в городе до сих пор витает праздничная атмосфера. В минувшую пятницу, 15 января, у главной городской елки собрались самые креативные уваровцы, самому юному из которых всего четыре года, которые в рамках объявленных в преддверии Нового года фестиваля «Елка-арт» и конкурса «Новогодние окна» с радостью делились своими идеями, создавая настоящие шедевры. Фотографии своих творений горожане размещали в социальной сети Facebook на странице группы «Молодежная политика города Уварова». Так, для участия в фестивале «Елка-арт» нужно было нарядить или смастерить своими руками праздничное дерево. В работе конкурсанты использовали книги, ткань, мишуру, природные материалы, а кто-то даже сам примерил костюм лесной красавицы. Победители определяли по количеству набранных лайков. В итоге самой креативной была признана елка Ксении Абрамовой, работа над созданием которой началась гораздо раньше, до объявления конкурса. «Несколько лет подряд у меня уже была эта елочка. Мы каждый раз ее дособираем. Елка сделана из деревянных брусков, от обычной ветки, связанной бечевкой. Каждый раз мы их украшали, дополняли. Ее можно как вешать на стену, так же можно ее выносить на улицу. Мы ее наряжали огоньками, подключали. И около дома она создает эффект объемный, но при этом она достаточно плоская, мобильная. Это очень удобно, как арт-объект. Авторов лучших работ наградили памятными дипломами и подарками. Заслуженные награды также получили победители и призеры конкурса «Новогодние окна», которые с особым мастерством и фантазией подошли к оформлению окон своих квартир, домов, учреждений и школ, украсив их разнообразными рисунками, надписями, новогодними инсталляциями. Фотографии своих работ участники сопровождали описанием новогодних семейных традиций и воспоминаний с детства. В итоге победителем стала Людмила Топильская, набравшая наибольшее число лайков и репостов. Всего участниками фестиваля «Елка-арт» и конкурса «Новогодние окна» в соцсети было выложено свыше ста работ.